Прекрасный солнечный денек сегодня. Последний день мороза, солнце светит прямо в глаз. К сожалению, иду я не на Кавказ, а иду с работой домой. Холодно, завтра уже стынет. Сейчас вам немножко поснимаю солнышко. У кого нет солнышка, солнечный привет вам, мои дорогие. Вот такая красота. Ну, правда, ветер, может, меня не слышно? Я тогда переозвучу потом. Вот так вот. Вот по такой красоте я иду домой. Дорога моя прямая. Немножко скорзковатая. Солнышко, очень сильный ветер. Не знаю, микрофон закрываю рукой. Получается, нет, уж не обессудьте. Ну, вот так вот солнышко. Сегодня зимой очень мало солнышка, поэтому радуемся каждому его появлению. Вот так лучше будет. Не вижу на солнце, видно что-нибудь, не видно. Солнышко мало, витамина Д не хватает, грустим. Так, никто там не идет, а то, скажешь, больная, хоть с телефоном разговаривает. Ну, хотя сейчас, мне кажется, никого этим абсолютно не удивишь. Потому что, ну, уже даже бабушки, дедушки знают, что век технологии, да, скайп, вайбер, там, сами осваивают. Что хочу сказать. Зима скоро уже, наверное, закончится. Вот так, да, лучше видно. Килограммы стоят на месте. Более того, я не могу по-хорошему так... Так не видно меня, а так мне не видно вас. С прищером. Надо худеть. Как только, непонятно. Потому что стало замечать, что у меня какой-то небольшой животик. Вот. Менять надо питание. Но еще, знаете что, впереди же пост. Поэтому на посту я всегда набираю. Я не знаю, как люди худеют на посту. Вот такая речка у нас. Она, правда, не очень глубокая. Вот замерзла. Наверное, первый раз за зиму замерзла вся. Ни одной нигде полунии нет. То, что, кажется, тот кусочек просвета, это тоже лед. Просто водоросли вмерзли в лед. Поэтому, кажется, что... Вот такая вот эта река Везелка. Она есть в эту сторону, но здесь деревьев больше, ее видно хуже. Газовая труба проходит, там что блестит. Интересно, что это так блестит там. Такие у меня живописные виды. Летом, конечно, еще красивее. Солнышком еще немножко. В ветках красиво играет вообще. Здорово. Люблю такую погоду. Ну, хотя зиму, да, мало кто любит. Я люблю, я люблю мерзнуть. Знаете, чтобы греться. Потом теплым чаем, кофе. Вот. Я люблю. Люблю очень зиму. В этом году зима такая европейская больше, поэтому... Вот. Посмотрите, какое все солнечное, радостное. Просто супер. А вот там вот, вот эта вот площадка. Раньше там вот пенечек остался, там было дерево. Оно было такое, знаете, как лежачее какое-то. И мы вот на этой площадке летом тусили. Потому что за листьями нас было не видно, и мы вечером там сидели. Поэтому дерево лазили. Ну, вот спилили. Или она поломалась, я уже не помню. В общем, нет, это уже почти площадки. Все осыпалось. Время идет неумолимо. Моя йогуртовая фирма опять работает. Ставила йогурт на ацидофилине. Ну, такой, видите, как бы сгусток очень густой. Хотя ацидофилин изначально жидкий. Я вам сейчас покажу, какой он. Вот, смотрите, видите, на бок как бы. Оно медленно сползает. В общем, сейчас я это все дело перенесу на кухню. И поближе вам покажу. Я опять на своем коронном месте. Ну, мало места в доме. Везде какие-то телевизоры. Что-то, что-то сложно найти. Тихий уголок. Значит, опять не засняла, как я закладывала йогурт. Там ничего сложного. На 800 где-то миллилитров молока. Я на глаз наливала, оставляла там немножко на кашу. Половину вот такого флакона ацидофилин из Бионка. Я брала во вкус Вилли. Здесь 200 грамм. Я взяла половинку. Точно так же я делаю из Биомакса. Там 120, по-моему, грамм вот эта баночка. Биомакс обычный. Молоко нагреваю до где-то 40 градусов. В общем, опускаю палец. Если чуть-чуть теплее чувствуется, значит нормально. Домашнее я кипятила. Потому что домашнее очень быстро скисает. Я его кипятила. Далее смешиваю. Очень хорошо размешиваю йогурт и молоко. И разливаю по баночкам. Баночки предварительно стерилизую. Ну, стерилизую обычно горячей водой. Ну, кстати, очень густой сгусток. Я не ожидала, что такое будет ацидофилина. Видите, баночки у меня разные обычные. Стеклянные. Даже с этикетками еще есть. Во-первых, у меня нет таких маленьких баночек. Они у меня все заняты с какими-то вареньями и соленьями. Я специально шишечное варенье, которое я вам показывала в предыдущих роликах, специально выбрасывала в другую баночку, чтобы освободить. У меня вот в такой вот, в этой баночке было это варенье. Ну, сгусток довольно-таки. Ну, вот этот я разболтала уже, что я его болтаю без конца. Вам показывала. Ну, в общем, сейчас мы что делаем? Все это добро мы ставим в холодильник до завтрашнего дня. Сейчас у меня 8 часов вечера. Ставила я их где-то в 5. То есть у меня простояли 3 часа в мультиварке. Но мультиварку я в этот раз не включала. Я залила туда уже теплую воду. Примерно такой же температуры, как и молоко. Может чуть-чуть, наверное, потеплее, потому что он как бы чаша свою возьмет. Я ее не включала вообще. И закрыла плотно крышку на кнопку и оставила на 3 часа. Вообще думала, будет больше. Но достаточно быстро сквасилась. Все отлично. Ну, тут сильно много места этикетка. Ну, вот видно, что он прям вот сгусток, он отходит от баночки. Но он плохо видно. Смотрите. Хотя сам ацидофилин вот этот, он очень-очень жидкий. Он такой вот прям, ну, как кефирчик однопроцентный. Вот такой вот. Мне он очень понравился. Он очень вкусный. Хотя здесь 3,2. Вот у кого как бы... Нарине мне не понравился. У него какой-то сладковатый привкус. Как бы нет. Это, мне кажется, на любителя. Сейчас я попробую. Передал. Он вообще, посмотрите, как он. Прям густенький такой. Так это он еще не застыл. Он еще в холодильнике подзастынет. Ммм... Вкус от ацидофилина. Очень вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно. Сейчас она постоит чуть-чуть под остынут баночки. Прямо комнатную температуру. Хотя они не горячие. Там, по-моему, до 45 градусов можно йогурт делать. Я обычно ориентируюсь на температуру тела. Там от 30 до... 32 до 45, по-моему. Ну, я смотрела несколько видео. Какие-то статьи читала. Девчонки делали. Ну, решила попробовать. А решила попробовать, когда мы были в деревне и привезли домашнее молоко. Вот. Мне понравилось. Потому что это, во-первых, вкусно. Натурально. И самое главное, что дешево. Потому что такая бутылочка ацидофилина стоит, если я не ошибаюсь, 33,70. Если я ее беру на обед, мне хватает как бы одной, да. А если я... Что я делаю? Это, возвращаясь к моим полезным привычкам, которые я к весне ввожу опять. Значит, я начала пить рыбный жир. Я его пересыпала в пузырёк, потому что... Вон, видно. Такие капсулки. Потому что целфановая упаковка. И в картонной пачке целфановой упаковки неудобно. Во-первых, ну, как-то из свит попадает. Далее. Айвит. Вот. Потому что, заметила, у меня стала сохнуть кожа на руках, в уголках. Это не хватка вот витаминов А и Е. И... Я делала давно... Ну, извините за стук. В железной банке у меня вся эта ерунда вот в такой красивенькой стоит на столе. Дабы не забывать пить. Просто стукнула обо всё, обо что можно просто. Молотые льняные семена. Здесь вот дня на три. В кофемолке обычно льняные семена перемалываю. И утром натощак добавляю в йогурт, в кефир там. Ну, лучше кисломолочки. Можно, конечно, с водой, но это прям, вот знаете, надо очень любить лёна. Потому что у него очень специфический привкус. В кефире и в йогурте. Вот, например, сегодня с утра пила с эдофилином. Разбалтываю две чайные ложки. Вообще там система. Там нужно одну неделю пить. Потом две недели пить. Потом три недели пить. Потом четыре. А потом на убывание. Но в этот раз я решила две чайные ложки нормально. То есть, ну, как бы пока я себя чувствую нормально. И пить побольше воды. Лён разбухает. Слизь выделяется. И он чистит отличный кишечник. Я уже такие курсы пила. Пила давно, ещё до родов. Не знаю, почему я забросила, кстати. Это отличное средство. В два месяца попила. Ну, классное себя чувством. В общем, для чего я вот этот эдофилин весь развела. Потому что я буду с ним смешивать это льняное семя. И есть на завтрак. Я встаю. Выпиваю стакан воды. Тут же развожу льняное семя с йогуртом, с кефиром. Ты вы поняли, да? С чем можно разводить. Съедаю, выпиваю. То есть, если это жидкое, как сегодня эдофилин, я в стакане разводила, выпивала. Йогурт можно ложкой. Ложкой, кстати, приятнее. Потому что, ну, льняное семя, ну, кто отруби, например, так вот добавляет. Все знают, что это, ну, неприятно. Не скажу, что это вкусно. Понятно, что это невкусно, но ради собственного здоровья. На что только не пойдешь. Девчонки, это работает. Я, конечно, не знаю. Должны быть противопоказания, я думаю, да, для любой. Понятно, если вам молочные нельзя, вам это тоже нельзя. Если у вас там, по-моему, с желчным какие-то проблемы, то с сольным надо быть очень осторожным. В общем, не скажу, что это панацея, не скажу, что это можно всем. Но если вы в своем здоровье уверены, хотите к весне немножечко подбодриться, подпитать свой кишечник, да, почистить его, то лен молотый с кисломолочкой вам в помощь. Это реально классно. И плюс я еще пью два раза в день. Ну, по аннотации на упаковке пью рыбный жир и одна капсула оливита я пью с утра. Вот такие у меня здоровые привычки к весне готовятся. Готовимся к весне. Вечернее чаепитие. Иван-чай заваривается. Мои чашечки с мышкой. Мышка наружкой. Я хочу вам показать. Празелец я вчера варила. Луковица проросла. Я ее поставила расти. Хлорофит он тут бушует. Бедный он занял весь окно. Весь окно. Кто меня слышит? Весь окно занял. Гланхоя так и не зацвел. Я на него обиделась. И не знаю, что с ним делать. В общем, там еще одна луковица. И вот он. Замиакулькас. В общем, все. У нас уже скоро сон, час. Потому что время полдесятого. Значит, тут у меня есть салаги. Но я их есть уже не буду. Тогда очень аппетитно пахнут. Мы их оставим на завтрак. Просто чай, без сахара, без ничего. Не отекаю я, нет. У меня такого не бывает. Ну, бывает, но я не знаю, что это. Какие-то, наверное, отклонения. В общем, буду монтировать видео. Доложиться спать. Видео вы увидите уже завтра. Рада была вас всех, как всегда, увидеть. Надеюсь, мои советы с йогуртом вам помогут. Попробуйте сделать. На самом деле не сложно. Если какие-то вопросы, оставляйте в комментариях. Обязательно на все отвечу. Обязательно. И непременно. Пью чай, иду в ванную, иду в бай. Не хочу сегодня ни Гарднера, ни Мейсона, никого. Не хочу, хочу спать. Понедельник, да, день тяжелый. Вторник еще тяжелее. Среда вообще самая тяжелая. Так что все. Была рада. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok